Что такое видеопосев и как правильно сделать видеопосев? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes. В этом ролике мы с вами поговорим о том, что такое видеопосев и как его сделать правильно. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. А для самых быстрых, уже сейчас в правом верхнем углу, вы можете забрать бесплатно пошаговый план продвижения вашего бизнеса на YouTube. Также ссылка есть в описании. Ну а мы с вами идем дальше. Что такое видеопосев? Что я понимаю под этим словом? Кстати, пишите в комментариях, что вы понимаете под словом видеопосев. Ну а теперь давайте разбираться, что же на самом деле такое видеопосев. Лично я понимаю это слово, когда мы берем видеоролик и начинаем его, в принципе, сеять везде. Для чего? Для того, чтобы получить как можно больше просмотров, обратную связь от аудитории, понять, насколько наша тематика и наши видео вообще могут быть интересны потенциальным зрителям. Да, как же делается на самом деле видеопосев? Я знаю, что существует множество сервисов для видеопосевов, но об этом позже. Сейчас поговорим о правильном видеопосеве. В первую очередь вам необходимо очень хорошо знать свою целевую аудиторию. Если вы до сих пор ее не знаете, посмотрите ролик. Сейчас подсказка есть в правом верхнем углу. Я там рассказывала про целевую аудиторию. Вот, то есть делайте ее подробное описание. Несколько аватаров, да, то есть кто будут смотреть ваши видео, кого через видео вы хотите привлечь. Дальше мы записываем видеоролики. И желательно не в одном формате, то есть не только для Ютуба, а и для других соцсетей в том числе. Для Инстаграма, например, или для ВКонтакте. То есть запишите ролики как минимум в трех форматах. Далее настройте аналитику на сайте, куда вы будете вести зрителей своего видео, на самом Ютуб-канале, в других социальных сетях, то есть чтобы вы могли потом отслеживать, сколько людей посмотрели, сколько людей кликнули на ссылку под видео, кто из них заинтересовался, поставил лайк, а может быть вообще уже купил ваш товар или услугу. Далее, конечно же, мы настраиваем таргет в социальных сетях. То есть вы можете сделать это самостоятельно, если умеете, или обратиться к специалисту. Какой бюджет выделять на видеопосев? Ну, в принципе, достаточно часто, для начала достаточно там трех-пяти тысяч, чтобы понять, насколько видео зашло вашей аудитории, будет ли с этого отклик. Ну и потом вы, конечно же, отслеживаете всю статистику. В разных социальных сетях она может быть разная. На Ютубе вы можете увидеть, сколько было показов, переходов, просмотров, даже конверсий. В других соцсетях я вам не подскажу, так как не являюсь экспертом, вам нужно будет там разобраться самим. Но в любом случае, вот именно так правильно делается видеопосев. То есть использовать какие-то сервисы я рекомендую в крайнем случае, когда вам нужен очень широкий охват. Почему? Потому что там очень сложно сделать точные настройки таргетинга. Ну уж если вы решили пользоваться каким-то сервисом, но не хотите обращаться к специалистам по настройке в ВКонтакте или в Инстаграме, тогда попробуйте поговорить с менеджером этого сервиса, чтобы он сделал более точные настройки таргетинга для вашего видео. Там выбрал какие-то социальные сети или конкретные сайты, возраст, города и так далее. Но это то, что я хотела вам сказать о правильном видеопосеве. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И уже сейчас вы можете забрать бесплатно пошаговый план продвижения вашего бизнеса по ссылке, которую вы видите на экране. Ну и, конечно, смотрите другие ролики. С вами была Юлия Измайлова. Пока!